Система энергетики ЖКХ Хабаровского края к новогодним праздникам готова. Профильные министерства, а также руководители муниципальных районов края отчитались о проделанной работе. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона. Подробнее далее. Каждый год потребление электроэнергии и тепла в домах во время новогодних праздников увеличивается на 10-25%. Поэтому возрастает риск аварий. Чтобы их избежать, в режим повышенной готовности переведены ответственные службы во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время оборудование проверено почти на 2000 объектов. Оно должно работать бесперебойно до конца каникул. Топливом обеспечены все районы. У нас на 60 суток что по мазоту, что по углю обеспечения объектов энергетики. Это в основном ТЭЦы нашим. По северному завозу, как мы вам ранее докладывали, на весь годовой объем. До следующего лета завезены и нефтепродукты, и уголь. На ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций из краевого резерва выделено 862 миллиона рублей. Диспетчерские службы будут следить за работой оборудования и в случае необходимости смогут экстренно провести ремонт или подключить резервную технику. Не бывает сучка и задоринки, все равно какие-то проблемные моменты будут возникать. Наша задача эти проблемные моменты отрабатывать в самые кратчайшие сроки. Есть нормативные сроки, поэтому мы обязаны выполнить, чтобы не допустить ни размораживания, ни серьезных срывов с их оснатрением. Также на совещании рассказали о том, чем на праздниках будут развлекать самых юных жителей Хабаровского края. До 10 января в регионе запланировано около 2000 утренников и детских представлений. На каникулах будут работать 125 пришкольных лагерей, 57 из которых откроются в онлайн-формате. В Краевом детском центре «Созвездие» в смене «Рождественский экспресс» со 2 по 8 января отдохнут 204 ребенка. Это в соответствии с санитарными нормами 50% загрузки. Дети должны быть под присмотром. Это свободное время. У родителей есть большой соблазн позаниматься домашними делами, сходить в гости. Это все очень хорошо, но за детьми нужно смотреть. Безопасность в период праздников обеспечат более тысячи сотрудников полиции, две сотни работников Росгвардии, а также дружины из более чем 250 общественных объединений. Все они будут дежурить в местах народных гуляний. Анастасия Незнанова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. В случае чрезвычайной ситуации жители любых населенных пунктов Хабаровского окрая могут связаться с экстренной службой по единому номеру 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова